Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы поговорим о революции. О цифровой революции, о которой так долго утвердили Тайлер Дордон и Эрнесто Че Гевара. Изменилось сознание людей и Linux живое тому подтверждение. Люди не только начали делать что-то бесплатно, но еще и объединяться в группы и создавать бесплатные совместные продукты. А это, как ни крути, революция. А оплотом революции при определенных допущениях стал GitHub. Бесплатная площадка для размещения и совместной работы с кодом. Итак, GitHub это место, где не только выложены программы с открытым исходным кодом, это место, где встречаются разработчики и вместе работают над любым проектом, размещенным на GitHub. В этом, собственно, смысл GitHub. Давайте перейдем на репозиторию Теплицы, где выложен Кандинский. Вы можете скачать здесь исходный код. Можете посмотреть описание приложений или программы, которые оставили разработчики. Можете посмотреть ответы на вопросы или задать свои собственные. Это удобно и полезно, но ничем не отличалось бы от любого компьютерного форума, просто грамотно структурированного. Однако GitHub это GitHub. Сюда выкладывают свои программы и приложения Facebook и Google. Тут зарегистрировано 25 миллионов разработчиков и ими создано 69 миллионов репозитариев, то есть ячеек для хранения программы приложений. Почему GitHub так популярен среди разработчиков? Сейчас будем разбираться. Начинаем с регистрации. Тут нас приветствуют и предлагают выбрать тарифный план. Платные аккаунты позволяют создавать приватные репозитории. У нас такой задачи пока нет. Берем бесплатный. Тут можно добавить информацию о себе, общие сведения о степени погруженности в тему и мы уцелим. Читать ничего не будем, запускаем проект. Вот. Мы уже в одном шаге от создания репозитория. Осталось придумать имя и… Все. Теперь я как белый человек имею репозиторию на GitHub. Это почти как портфель. Что же за человек без портфеля? Что у нас теперь есть в этом самом портфеле? У нас есть облачное хранилище, настроенное для удобной работы с нескольких удаленных компьютеров. Можно воспользоваться для этого программой, разработанной для коммуникации с GitHub. Ее проще найти по адресу, чем на сайте – desktop.github.com. Есть версия под Mac и Windows. Устанавливаем, заходим в свой аккаунт на GitHub и можем начинать работать. Он нам предлагает создать новые проекты, разместить на GitHub. Разместить на GitHub существующий локальный проект или клонировать к себе проект, существующий на GitHub. Давайте клонируем. Он видит репозиторий, существующий в нашем аккаунте. Помните, мы создали репозиторий Dobir. Предлагает выбрать папку на компьютере, куда будет клонирован репозиторий. Также здесь вы можете клонировать чужие репозитории и надо только иметь ссылку или знать название репозитория и имя пользователя. Проще использовать ссылку, она берется здесь. А мы возвращаемся в свой аккаунт и клонируем свой репозиторий. Теперь в документах у нас есть папка GitHub, а в ней Dobir. То есть мы синхронизировались. Если теперь создать на локальной машине в этой папке что-нибудь, ну, например, просто файл .txt, GitHub Desktop сразу это заметит и предложат закинуть на GitHub. Нужно только оставить комментарий, что мы сделали и подробности. А потом сделать пуш. Все. Теперь в нашем репозиторий появился новый файл .txt. Все очень просто, но это, поверьте мне, очень поверхностный рассказ. Тут еще нужно рассказывать про ветки, владельцев, про общение внутри GitHub, да что там далеко ходить. Нужно по меньшей мере знать, что работать из-под GitHub Desktop нельзя. Приличные люди так себя не ведут, скажут приличные люди, если увидят, что вы пользуетесь программой GitHub Desktop, а не командной строкой или терминалом, если вы на Mac. В принципе, если уж взялись кодить, то надо кодить. И в этом смысле командная строка действительно удобнее. За работу с GitHub отвечает команда git. Описание команды есть в сети. Там все не очень сложно, зато работая из-под командной строки, вы сразу почувствуете себя профессионалом. Вот такой он, а плод революции. Так-то все ровно и гладко. Жалко только, что революцию делают романтики, а плодами ее пользуются прагматики. Посмотрим, кто воспользуется плодами этой революции. Все любите друг друга. Как говорил герой фильма Мечтатели, революция она здесь. Хотя может быть он этого и не говорил. Подписывайтесь на наш канал, заглядывайте к нам в телеграм, ссылка есть в описании. Пишите комментарии, задавайте вопросы. С вами Теплица.